Архитекторы, урбанисты, градостроители все собрались в столице Черноземья на форуме зодчества ВРН. Уже в 16-м по счету. Он считается крупнейшей в Центральной России площадкой для встречи специалистов, так или иначе связанных с формированием современного облика городов. По традиции на форуме будут представлены лучшие проекты в сфере градостроительства. От небольших зданий и парков до более масштабных стадионов и жилых комплексов. Причем не только от местных зодчих, но и от маэстро архитектуры со всей страны. В атмосферу урбанистики, городской идентичности, зеленых принципов в строительстве и креативных индустрий погрузилась и наш корреспондент Юлия Золотарева. А заодно и увидела, как обживает свою новую будку любимец всех воронежцев – Белый Бим. Не под палящим солнцем, а в тени своего нового дома. Любимец воронежцев Белый Бим встречает участников архитектурного форума зодчества ВРН в собственной будке. За его спиной объекты, спроектированные воронежскими архитекторами уже больших размеров. Они же главные номинанты конкурсной программы форума. Вот, например, павильон книгов в парке Дурово. А вот благоустройство литературного сквера. Вернее, то, каким оно должно быть с точки зрения студентов. А по-настоящему масштабные проекты. Тот же Центральный стадион профсоюзов или площадь в Нововоронеже демонстрирует губернатору Александру Гусеву. Особое внимание – созданию объектов, формирующих комфортную среду обитания в малых городах и исторических поселениях. В этом году на соответствующий конкурс Минстроя только от регионального центра компетенции заявлено рекордное количество проектов – сразу три. Это парк в Лисках, Калач Купеческий и площадка для отдыха в Боброве. Мы делали акцент на дереве, потому что эко-материалы, они выглядят очень гармонично в природной структуре. Колоси, подсолнухи – все природное, все очень такое исконно русское, что передает атмосферу города для всех и для местных жителей, и для гостей. Новыми идеями в сфере градостроительства на площадке зодчества активно делятся архитекторы со всей страны и не только. В конкурсной программе форума участвуют 23 города, в том числе столицы республики Казахстан. Всего 170 проектов, оценить которые может любой воронежец. Вообще одна из наших задач – превращать горожанина в профессионального горожанина, то есть человека, который интересуется городскими процессами, формулирует верные вопросы, формирует конструктивную критику. Мы же видим, что объекты благоустройства, особенно такие значимые, как тот же проспект Революции, Петровская набережная, они вызывают же очень много разных комментариев, мнений, мнений, противоречивых мнений. Вполне разумная критика встречается. Стратегические аспекты планирования в сфере градостроительства обсудили на главной площадке форума – пленарной сессии с участием губернатора Александра Гусева. Здесь разговор в масштабах не только одного региона, а всей страны. Обсудили, например, президентское поручение, касающееся создания в двухстах городах России, в том числе и в Воронеже, так называемого мастер-плана. Цель документа – улучшить качество жизни людей с помощью правильной застройки. В связи с этим губернатор заявил о предстоящем создании в регионе специальной структуры, заточенной на планирование комплексных градостроительных решений. Тренды – это систематизация, это комплексный подход, градостроительные подходы и упаковывание всех проектов в единый пространственный документ. То есть те разрозненные и отдельные проекты сейчас обретают системный подход не только на субъектовом уровне в Воронежской области, но и в увязке с развитием нашей необъятной Родины. Мы смотрим внутрь нашей страны, мы ищем предпосылки для развития, конкурируем между друг другом, регионы конкурируют и ищут новые и новые смыслы, новые ветки развития. Нынешний форум, кстати, уже 16-й по счёту, рассчитан на два дня. В один программа просто не помещается. Да и положение обязывает. Не зря же воронежское зодчество считается крупнейшей в Центральной России площадкой для встречи специалистов, так или иначе связанных с формированием архитектурного облика городов, включая социальные и туристические объекты, которым сейчас особое внимание.